Доброго дня, друзья! Для тех, кто видит меня впервые, очень кратко расскажу о себе. Меня зовут Федорицкий Артём, мне 29 лет. Родился я в Казахстане, в 3 года моя семья переехала в Россию. Вырос я и всю жизнь прожил в Нижнеградской области, три последних года из них в самом городе Нижнем Новгороде. У меня есть супруга и двое маленьких дочерей, полтора и пять лет. Я и моя супруга из самых обычных деревенских семей. Наши родители продолжают жить в деревне, а мы переехали в город и жили, не тужили в своей ипотечной квартире. Жили спокойно до осени 22 года. Впервые я почувствовал неладное еще летом 22 года. У меня появились боли в груди. Но я не передал этому значения и подумал, что много работаю, подумал, что скоро отпуск, выйду в отпуск, отдохну и все пройдет. И действительно, в начале отпуска все так и было. Я отдохнул и все прошло. Но в начале октября я начал ощущать, что мое состояние ухудшается. Появились Б-симптомы, так называемые, характеризующие лимфому. У меня появилась ночная потливость. Стало очень сильно отекать шея. Настолько сильно, что мне было трудно дышать. Я не мог занять горизонтальное положение без большой подушки. Также у меня иногда даже лопались капилляры в глазах. И очень сильно с утра отекало лицо. Вот с этими симптомами я и пошел в больницу 17 октября к терапевту. И прямо на стуле у терапевта я потерял сознание. Тогда-то врачи заподозрили, что дело серьезное. Да я и сам после этого обморка не на шутку перепугался. Ведь дело явно пахло жареным. Уже на следующий день я сделал компьютерную томографию. И, увы, диагноз неутешительный. Все данные за лимфому средостению. Конечно, на тот момент она была не уточнена. Уже через полторы недели мне сделали биопсию. Отправили ее на анализ, уточнили. Лимфома неходчкинская. Очень агрессивная. В декабре 2022 года меня госпитализировали для проведения первой химиотерапии. Врачи утешили. Диагноз хоть и непростой, но такая лимфома поддается лечению довольно-таки хорошо. У 80% больных наблюдается полный ответ на химиотерапию после первых шести курсов. К сожалению, как вы поняли, у меня такого не случилось. Не случилось ремиссии и после 8 курсов, и после 10 курсов. И вот я сижу перед вами с опухолью в средостении, плавно перетекающей в опухоль в шее, которая начала разрастаться. После 10 курсов высокодозной химиотерапии. 8 из которых прошли по протоколу ДАР-ЯЧОП и 2 последних по протоколу Ритоксимаб-Ниволумаб-АЙС. Естественно, после последнего под ГТ, которое показало, что опухоль не поддается лечению. Меня отправили на консультацию в Москву, в Институт гематологии, где заведующее отделение ясно дало мне понять, что выходов у меня особо немного, всего лишь один. Делать карти-терапию. Собственно говоря, там я и узнал впервые о такой методике лечения рака. Далее, к сожалению, меня ждало разочарование, потому что в России такую терапию не делают и не будут делать еще полтора-два года. Это во-первых. А во-вторых, это сроки. Доктор сказал, что необходимо начать эту терапию в ближайшие 3-4 недели. Пока опухоль, хоть и ненадолго, но в небольшой стабилизации от прошедших курсов химии. И пока она не начала расти, нужно торопиться. Естественно, дальше я задачился вопросом, где же делать данную терапию. И, о чудо, мне повезло в нескольких клиниках в Беларуси делать такую терапию. Почему мне повезло? Потому что Беларусь находится относительно недалеко. Въезд туда без ограниченного паспорта. И в клиниках можно платить поэтапно. Но далее меня ждало еще одно разочарование. И шок, когда я узнал о стоимости карти-терапии. На данный момент ее стоимость приблизительно составляет 5 миллионов российских рублей. Также стоимость может изменяться в зависимости от хода лечения. Собственно говоря, из-за этого мы с вами и познакомились. Потому что я несколько недель назад открыл сбор денежных средств для прохождения данной терапии. Я уже сплю и вижу, как все это закончится. Я вылечусь и ко мне уже будут обращаться люди с просьбой помочь, распространить какую-то информацию, помочь чем-то другим снять про что-то ролик, про кого-то. И я смогу отплатить всем взаимностью и помочь вам также. И еще раз хочу выразить огромную благодарность автору канала «Наджи», который вносит неоценимый, просто неоценимый вклад в мое выздоровление. Спасибо тебе большое. И спасибо всем вам, друзья, всем тем, кто уже принял участие в помощи мне и всем тем, кто примет. Субтитры сделал DimaTorzok